Максим Антонюк, Ангелор. Максим, поздравляю со стартом нового сезона. Сыграли с Гранд Форуэдом 1-1. Поделись впечатлениями. Спасибо большое. В принципе, считаю, действительно, результат хороший. Начать с ничьей, тем более против Гранд Форуэда, это хорошо. Наверное, не скажу, что соперник играл в развалочку, но все-таки то, что не было руководителя, то, что не было действительно таких выдающихся звезд, это нам сыграло на руку, поэтому для нас игра сложилась удачно. Ну, Ангелор классически начинает, обычные первые круга, второе, без поражений. Так и есть. Две-три игры, потом начинаются какие-то проблемы, будем над этим работать. Пока что сильной ротации у нас не было, всего лишь два человека пришли. Но пока что Андрея Фанасьевна травня. Посмотрим, может быть, через месяц еще добавим кого-то. А расскажи, да, вот что за новичок у вас сегодня появился, играл с фамилией такой футбольной? Честно, первый раз парень пришел к нам сегодня, так очень часто бывает, да. Но Артем Назаров посоветовал, говорит, ну, есть парень. Мистер себе. Сам поехал на сборы, пока что не может присутствовать. Спасибо. Павел Зубов, Грандфорвард. Паш, ну, каждый раз мы в каких-то предматчевых, да, статьях говорим о том, что Грандфорд вот в этом сезоне навяжет борьбу с Золотому. И опять начинаются, на выходе начинаются опять потери в первых турах. Чем можешь объяснить вот сегодняшний результат 1-1 с Ангелором? Ну, во-первых, скорее всего, мне кажется, первые игры, они такие очень интересные, потому что команда, допустим, Ангелор, которую мы сегодня играли, вышла на эмоциях, на желаниях. Парни бились, и даже где-то, если физически кондиции у них не хватало, они за счет своих эмоций как раз это все замещали. Поэтому парни молодцы, они сегодня дали нам достойный бой. В нашей же команде, да, есть, конечно, кадровые потери, кто-то из отпуска не вернулся, кто-то еще на травме. Поэтому не целым составом мы играли, но это не оправдание. Мы вкатываемся в сезон, к сожалению, не было такой конкретной подготовки, поэтому, мне кажется, нам надо, опять же, задуматься и постараться, как концовку мы того сезона завершали, от матча к матчу прибавлять. Будем стараться это делать, в принципе, так. Скажи, много слухов в ходе о дальнейшей судьбе Романа Сорокина. Сможет ли он продолжить этот сезон играть в футбол из-за травмы? Ты рассчитываешь на него? Мы все рассчитываем на Романа, мы ему желаем здоровья, и чтобы у нас у всех тех футболистов, которые получали травмы, да, чтобы они скорее выздоравливали и возвращались. Потому что, ну, для такого человека, игрока, как Роман Сорокин, потерять футбол ему и нам, как футболиста, это, наверное, будет очень обидно для всех. Николай Ляпоров-то выходил на связь в течение матча или нет? В течение матча нет, мы с ними переговорили перед игрой, в принципе, все обсудили. Ничего такого не было. Спасибо. Все хорошо.